Утро на Болткоме 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 То есть там можно не только приобрести растения, но и также какие-то, я думаю, получить консультации для тех, у кого есть сад, огород, да и просто кто хочет какой-то красоты в дом. Ну вот с этого места поподробнее. А что за растения? То есть это растения декоративные или, условно говоря, можно приобрести там саженцы каких-нибудь съедобных вещей, там тыквы, кабачка? Ну пока, насколько нам известно, это будут все-таки декоративные растения, да, это будут там и какие-то деревья, и лиственные, и цветы. То есть пока это идет речь, да, о декоративных растениях и каком-то декоре также, который можно будет приобрести. То есть это будут какие-то, может быть, деревья, которые можно высадить там на участке, ну как эти пихточки, например, для того, чтобы... Да, да, да. Пихты какие-то, кусты, какие-то деревья, елочки, то есть, ну, вот в таком составе. Которые, ну, заменяют заборчики такие очень красивые, когда вроде бы с улицы тебя не очень видно, но с другой стороны все не сплошной забор, а что-то такое красивое. Именно так. Мы надеемся, что они также что-то и у нас сделают, облагородят, скажем так, и свою территорию, потому что Хортес — это, в принципе, отдельно стоящее здание, да, оно отдельно от саги строилось, и я думаю, что это можно будет увидеть не только там внутри, но и здесь у нас снаружи. То есть это то, что ребята, я думаю, покажут нам еще и расскажут о себе в Латвии. Ну, пока я понимаю, планы на март, да, открытие Хортес? Да, открытие Хортес сейчас запланировано на март, и учитывая, к сожалению, ту ситуацию, которая есть сейчас в стране ковида, да, они не смогли открыться вместе с торговым центром, поэтому мы немножко сдвинули их открытие. Ну, я уже хочу, потому что на участке у нас был печальный опыт, все-таки как-то неудачно нам были покупки, вот будем надеяться, что в Хортесе удастся более как-то хорошо приобрести, затовариться. Скажите, а как добраться вот все-таки до саги, если мы говорим про личный и про общественный транспорт? В принципе, да, если на личном транспорте, то все просто, да, на машине это улица Юглас, и мы соседи Икея, то есть так мы себя и позиционируем изначально, чтобы людям было легче, да, то есть это улица Бикеру 4. Если мы говорим про общественный транспорт, то это автобусы, да, это 16-й, 21-й автобус, и маршрутка, 314-я маршрутка, на данный момент ближайшая остановка, если мы едем на автобусе, то есть то, что люди тоже часто спрашивают, это Гайлезерс, детская больница Гайлезерс. А если мы говорим про маршрутки, то маршрутка делает кольцо возле Икея, и то, над чем мы как бы сейчас тоже работаем, это что мы хотим, чтобы остановка маршруток была ближе к саге, это то, о чем мы сейчас общаемся с городом, и, ну, для удобства покупателей, для удобства также наших работников и персонала, да, у которых там нет возможности добраться на машине, то есть, в принципе, возможно, просто мы добьемся, договоримся и продлим этот маршрут. Кроме вот тех магазинов, которые впервые попали на латвийский рынок, все-таки есть магазины, я понимаю, у вас, может быть, традиционные уже вот для Латвии, но, тем не менее, вы готовы вот удивить тем, что это самые большие, да, вот я говорю, например, про Юск или про Мувнец и БСАБЦ. Да, это на самом деле так, то есть, этим тоже можем похвастаться, скажем так, Юск, магазин Юск, он не только самый большой в Балтии, да, но также Юск создал и новый концепт, то есть, в принципе, наверное, если мы зайдем в Юск в каком-то другом торговом центре, да, то это будет, опять же, такой классического типа магазин, здесь же они сделали концепт, где вы можете, ну, скажем так, видеть какие-то экспозиции уже комнат, да, экспозиции каких-то, ну, экспозиции зала, да, или экспозицию кухни, то есть, они, в принципе, не просто выложили и показали ту мебель и те товары, которые у них есть, но они это создали более в таком уютном, в таком уютном, в такой уютной форме, да, и ты можешь не только купить... Абсолютно практично человек пришел и увидел, как вот это все уже работает вот в сочетании с другими предметами и сразу уже оформленная там кухонка или комната, да? Да, именно так, то есть, уже как это выглядит в интерьере и какая часть интерьера, может быть, вам необходима или сразу все, берем сразу все, то есть, для покупателя это было интересно, мы слышали довольно много отзывов именно по поводу ЮСКа, и, мне кажется, сами работники и персонал тоже очень-очень довольны этим концептом, и он работает, ну, он работает хорошо. Бувния Тибесабаца, да, это, наверное, их тоже, их первый опыт вообще открытия магазине внутри торгового центра, то есть, обычно мы знаем, что Бувния Тибесабаца – это отдельно стоящие строительные магазины, это был опыт и для нас, и для них, и, да, это действительно там более 9 тысяч квадратных метров с отдельной зоной доставки, выгрузки для удобства покупателей, и, да, у них есть аксесс, то есть, со стороны торгового центра, и мы надеемся, что это тоже, конечно, когда закончатся все эти ограничения, которые, к сожалению, с которыми мы сейчас сталкиваемся, да, что это сгенерирует дополнительный поток и в этот магазин тоже именно со стороны торгового центра. И самый большой магазин BabyCity ToyCity также хотелось бы выделить, то есть, это магазин детских товаров, одежды, и тоже в саге они открыли свой крупнейший магазин. Если люди приезжают в торговые центры, ну, приезжали, к сожалению, мы все время говорим о том, что сейчас, конечно, это все может быть более ограничено, но не только для того, чтобы приобрести какие-то товары, но и, я понимаю, все-таки это концепция вашего торгового центра, приятно провести время, то есть, это не только шоппинг, но еще и какое-то вот интересное, какие-то впечатления, может быть, даже и вкусовые. Вот об этом... Да, я хотелось бы рассказать про наш замечательный фуд-холл, да, то есть, это 1400 квадратных метров площади, где вы можете прийти, отдохнуть, сделав все свои покупки и вкусно покушать. В фуд-холле работает порядка 13 разных операторов, то есть, я думаю, что вы там сможете найти еду на любой вкус, напитки на любой вкус, если хотите бургер, пожалуйста, у нас есть стритбургер, если хотите что-то рыбное, у нас есть фиш-клаб, вкусный кофе, кофе с банка. Что, пожалуйста? А сейчас это тоже работает? Сейчас это все, конечно, работает в режиме take-away или в режиме доставки. На данный момент это все ограничено, опять же, сегодняшними условиями. Мы надеемся, что ситуация улучшится как можно быстрее, и мы сможем запустить наш фуд-холл, скажем, в полном объеме. Нет, до сих пор есть часть операторов, которые закрылись, потому что даже не то, что закрылись, они даже не смогли открыться, потому что, в принципе, дата открытия саги, она совпала с теми ограничениями, и, к сожалению, не каждый оператор может работать в режиме, ну, той же доставки take-away, да. Поэтому та часть, которая работает на сегодняшний день, они, да, они работают, но все остальные, скорее всего, откроются только, когда снимут ограничения. Также у нас есть там магазин азербайджанских товаров, да, ну, небольшой, но ребята дают различные там специи, фрукты, варенье, и все везут из Азербайджана, и это продукция, продукция идет. Съедобный, да, магазин в основном съедобных каких-то товаров? Да, 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 то есть весь фуд-холл, это, в принципе, концепт, где вы можете прийти покушать и что-то еще купить, как бы, что-то еще купить с собой. То есть я понимаю, что это в режиме вот take-away можно приобрести какие-то интересные там азербайджанские фрукты, варенье, сладости, специи и прочее, прочее, да? Именно так, да, верно. Магазин Кантата, магазин, который продает очень-очень вкусный чай, очень много видов чая, и там замечательные продавцы, которые придут, вы придете, они расскажут вам все-все, покажут, еще нальют с собой стаканчик чая. Да, то есть, ну вот, да, все, я могу сказать, что все, кто сейчас работает, они действительно очень стараются, и они все там, они все дополняют друг друга. И как только, как только фуд-холл заработает в полном режиме, конечно, мы ждем всех, и вы сможете там провести время, посидеть, действительно отдохнуть, да, после того, как сделаете свои покупки, к сожалению, пока это ограничено. Говоря про безопасность, вот я знаю, что вы получили международный сертификат, может быть, два слова об этом, насколько сейчас безопасны, ну, покупки, посещения. Да, мы прошли эту сертификацию по открытию стаги, нам помогала шведская компания, и, по сути, данный сертификат дал нам возможность создать так называемые инструкции, да, то есть, это не просто, ну, как часто бывает, там, поставили галочку, получили какой-то сертификат, это действительно инструкции, которые мы применяем каждый день, инструкции, которые дают понимание, в первую очередь, нашим арендаторам, а что делать в случае, если, ну, у вас действительно какой-то заболевший, да, и вы это констатировали, как вести себя, да, как, ну, как организовывать работу, как информировать руководство торгового центра. То есть, в первую очередь, это инструкции для наших арендаторов, это инструкции для нашего персонала, который работает в саге, и, ну, часть этих инструкций, это, конечно, все эти визуальные материалы, которые расположены у нас в торговом центре, то есть, стенды дезинфекции, информация о том, что нужно соблюдать дистанцию, о том, что нужно одевать маски, да, и люди, я думаю, что, ну, чувствуют себя, чувствуют себя безопасно и спокойно. У нас усиленно ведется уборка, дезинфекция поверхностей, дезинфекция помещений. И, в принципе, вся эта сертификация, это и есть та самая инструкция, которой мы пользуемся каждый день. Мы, наши арендаторы и персонал торгового центра. Ну, вот вы знаете, мы когда беседовали с Хендриком Данусевичем, главой ассоциации торговцев Латвии, он высказал мысль, он сказал, что, по его мнению, вот магазины, торговые центры, это, пожалуй, даже самые безопасные места для посещений, если говорить о том, сколько внимания сейчас уделяют, ну, вот торговцы как раз-таки безопасности посетителей, насколько они, конечно, заинтересованы в том, чтобы это, ну, было абсолютно безопасно. То есть, я понимаю, что вы разделяете эту точку зрения. Да, да, именно так, я полностью согласна, да, потому что действительно столько, ну, в первую очередь для людей важно, что, ну, визуальный материал, да, чтобы люди приходили, и чтобы были какие-то вещи в торговом центре, которые напоминают им о том, что нужно соблюдать дистанцию, что нужно одевать маски, что нужно дезинфицировать руки, да, и я полностью, ну, я полностью разделяю и поддерживаю, потому что, я говорю, наша компания по уборке, она действительно работает в усиленном режиме, да, потому что, ну, то количество людей, которое проходит у нас каждый день, я думаю, что они могут чувствовать себя вполне спокойно и безопасно, приходя к нам. Но вот маски сейчас обязателен режим, там, вы следите действительно за тем, чтобы люди надевали именно вот, ну, в обязательном порядке маски, потому что некоторые магазины, ну, даже, ну, ставят ограничения, говорят, что не обслужим мы вас, если вы нарушаете закон, то есть обязательно надо. И можно ли, если пришел, например, без маски, где-то у вас ее приобрести, ну, знаете, иногда бывает, что кажется, что взял с собой, а вдруг она осталась там где-то в другой сумке, в другой куртке? Да, у нас есть возможность приобретения масок, то есть мы поставили на одном из входов аппарат, где вы можете, в принципе, сразу зайти там, пройти два шага и приобрести. И там есть не только обычные, скажем, медицинские маски, но и маски с нашими слога-сага, да, это можно приобрести как подарок. И, да, и у нас вообще в нашей концепции, немножко отступая, да, от темы безопасности, в концепте сага, когда он создавался, то есть мы использовали там разных зверей, да, и вот эти маски как раз с этими зверьми, с логотипом сага можно приобрести в этом же самом аппарате и дарить. Сейчас стало модно дарить маски в подарок, так что это одна из идей просто для новогоднего рождественского подарка. А что касается обслуживания, да, действительно, я думаю, что на входе там в каждый магазин тоже висит информация о том, что люди должны одевать маски, и, ну, у нас не было таких прецедентов, что, чтобы люди, скажем, не делали этого, да, то есть не было жалоб там со стороны ни магазинов, ни каких-то клиентов, да, чтобы были какие-то конфликты в данном случае. То есть я бы сказала, что люди, ну, там, на 99,9% соблюдают, соблюдают и дистанцию, да, и соблюдают вот этот, ну, вот этот момент, и одевают, и приходят, и приходят в масках. Для того, чтобы было всем, может быть, ну, и мне в том числе, понятно, часы работы, ведь сейчас торговые центры, я понимаю, только продуктовые магазины работают по выходным. Вот как у вас, когда приезжать, короче говоря, в какое время часы работы, дни работы? Вы знаете, да, мы стараемся всю информацию обновлять на нашем сайте saga.lv. Дело в том, что, ну, сам торговый центр, он работает с 10 утра до 9 вечера, да, но в режиме, скажем, в режиме этой пандемии у нас действительно меняется довольно часто время работы каких-то конкретных магазинов. И я бы сказала, наверное, самое лучшее, это просто действительно зайти на сайт, и мы все время обновляем часы работы каждого магазина отдельно. У нас есть Реми, да, Реми работают с 8 до 10. У нас есть Бунец и БАБЦ, которая в рабочие дни работает с 7.30, это самый ранний магазин, да, который у нас открывается. А что касается всех остальных, в рабочие дни, да, мы работаем с 10 до 9, а вот по выходным лучше смотреть сайт и смотреть конкретную, ну, конкретное время каждого интересующего вас магазина. Но фудхоллы, они работают по выходным, это разрешено, да? В режиме, да, в режиме доставки, в режиме доставки, да, они работают, и фудхоллы, у нас есть также бенто, бенто суши, бенто гриль, ресторан, который тоже, в котором тоже можно заказать еду, приехать и забрать. Прямо вот заехать и приготовить? Заказать, заказать, позвонить, да, и потом приехать и забрать уже готовую еду. Ну вот из-за действительно этой пандемии нас так даже огорошили там в наше правительство, что вот не ждите Рождества, не ждите Нового года веселого, но тем не менее, вот я понимаю, что людям хочется, хочется праздников, поскольку еще и, ну, все-таки дни, сейчас солнечный день, достаточно световой день, скажем, он достаточно короткий. Вот как вы думаете, каким образом поднять дух Рождества, вот поднять себе настроение, что вот предлагает Сага для этого? Сага как раз запустила, скажем так, рождественскую кампанию, да, которую мы вот буквально пару дней назад начали. Мы предлагаем, то есть идеи для подарков. Мы прошли, мы прошли эту кампанию с каждым магазином, да, и каждый магазин предложил свою идею, то есть что подарить на Рождество и что подарить на Новый год, да, и если посмотреть, ну, если посмотреть в целом эту кампанию, да, то у нас уже есть готовые идеи от каждого нашего арендатора, что можно купить и что можно подарить. Поэтому я думаю, что придя к нам, вы найдете подарки для души, для ваших любимых, для ваших родных, и тем самым, ну, праздники никто не отменял, и я думаю, что каждый в своей семье сможет его тепло отметить, да, и те товары, и те вещи, которые мы здесь предлагаем, я думаю, что как-то помогут создать этот уют тепло и праздничное настроение. Ну, вот заглядывая в будущий год, чего бы вы пожелали себе, я понимаю, и какие дальнейшие планы, потому что я понимаю, что сейчас не удается реализовать, может быть, многое из того, что было задумано, и когда-то касается и отдыха, и вот спорта, я слышал, что, по-моему, у вас же и детский садик должен был открыться прямо при саге. Да, ну, что касается концепта, мы сейчас находимся в стадии, скажем так, развития, да, которое мы не успели завершить к открытию, как это спланировалось. У нас действительно есть детский садик, и детский садик у нас работает уже с октября. Это частный детский сад, это наша душа, мы называем душа нашего торгового центра. И да, у нас большие планы на следующий год, из-за пандемии, к сожалению, мы не реализовали их, но у нас планируется на втором этаже торгового центра большой спортивный клуб. Мы сейчас активно ведем с ними переговоры, пока не можем, к сожалению, называть имен, но спортивный клуб будет, он будет обеспечивать не только функцию спорта, но также отдыха, то есть там зона спа даже планируется, если удастся реализовать. И планируется также большой центр для семьи и развлечений, то есть family entertainment center, который, в принципе, и будет обеспечивать ту функцию, да, что вы можете прийти не только купить и покушать, да, но вы можете прийти с ребенком, вы можете отметить там день рождения, вы можете привести там какой-то праздник, то есть это все как бы в процессе развития, и это и есть тот самый комплекс, который мы хотим создать в будущем для того, чтобы сага была тем местом, тем уникальным местом, где вы можете прийти, привести, ну, полноценно отдохнуть, скажем так. Да, и один момент хотелось бы отметить, что у нас, ну, наша локация, наверное, это наше преимущество, потому что у нас есть лес, у нас есть вода, то есть у нас, в принципе, есть природа, и вот, ну, место у воды как раз со стороны Юглас, если мы смотрим, мы тоже хотим развивать, мы планируем там открытие Майк-парка, мы планируем там какие-то летние кафе для того, чтобы люди могли как бы больше времени проводить также, ну, на свежем воздухе, на природе, прийти в наш фуд-холл, взять, покушать, выйти, отдохнуть и провести время на свежем воздухе, да. Ну, что же, пожелаем, действительно, чтобы следующий год помог реализоваться всем вашим планом. Анна Авдеева, директор торгового центра «САГО» была с нами на прямой связи. Спасибо вам большое, удачи и до свидания. Спасибо, всего хорошего.